И так, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков и выходит достаточно интересное видео, так что оставайся, досмотри до конца, короче, как вы знаете, если вы смотрели предыдущее видео, я наконец-таки себе выбил новых героев Хладного Принца, хотя, в принципе, я его и так бы получил бы через несколько дней, но не суть, я его выбил, а далее Кровавая Мэрия, Барт и почти половина Лисы. Так что, вот такие вот дела, и сегодня у нас обзор и прокачка бесполезного героя. Да, это обзор, понимаете, я так и не добрался сделать обзор, и вот даже у меня на аккаунте быстрее герой появился, чем, скажем так, я мог, ну я реально мог взять у подписчиков и записать на него обзор, ну как бы, вот нету больше такого желания, потому что я по факту понимаю, что IGG просто добавили этого героя, лишь бы, лишь бы мы от них отстали. Ну, вы понимаете, была бы воля IGG, они добавляли бы просто тупо донатных героев и все, а так им надо все-таки как-то изворачиваться, придумать каких-то а-ля бесплатных героев, вот, и по факту нету такой ситуации, как раньше, когда ты пытаешься выбить какую-то Фрею, да, на имба, вот, супергерой, там, Анубис, еще что-либо. Сейчас, если герой не донатный, то, в принципе, в большинстве случаев он оказывается полнейшим дерьмом. Ну, в целом, конечно, есть какие-то полезные функции у Хладного Призрака, но мы об этом поговорим позже. Конечно, я думаю, вы ждали, что я начну сразу прокачивать Барда или Кровавую Мэри, но давайте начнем с самого неинтересного, вот, и все-таки нужно силу нам поднимать, и, в принципе, конечно, я рад, что у меня появился Хладный Принц, и даже появился раньше, чем мог бы появиться, да, за счет супер, в кавычках, интересной локации Tower Defense, но мы об этом поговорим позже. Ну, сейчас, как бы, начнем с самого неинтересного, вот, а все потом, все остальное, все самое прикольное мы оставим на потом. Ну, сначала мы его прокачаем, соберем как надо, и уже поговорим подробнее. Так, мне в первую очередь нужно взять и кого-то слить. Кого мы сливаем? Конечно же, мы сливаем какого-нибудь допа. Кто у нас выступает в роли допа? Это будет, елки-палки, девятые таланты, слушай, даже жалко, слушай, даже жалко сливать, а что у вас девятые таланты? Это, 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 когда я так, короче, начал угорать сильно, вот, слушай, ну давай, может, черепа солим, ну, седьмые таланты. У тебя, в принципе, ну, просто жалко ресурсов. Все равно выгоднее слить ниндика. Все равно выгоднее слить ниндика, я думаю. Блин, и тут девятый талант, а что, а что ты, а что ты в конце списка? Слушай, непонятная ситуация, я даже не знаю, кого сливать. Слушай, ну хотя там таланты прокачиваешь, там 20 сил и добавляется. Не, ну девятый талант, это круто. Нет, давай, слушай, кого-то, кого-то простого, давай, не знаю, возьмем, сольем черепа. Черепа или душегуба, ну, душегуб с седьмым талантом. А, в принципе, его легко слить. А в кого мы будем его сливать? Мы его будем сливать в господина черепа. У меня где-то есть тут хитрый череп. Я уже просто научен горьким опытом, что надо все-таки оставлять героя, в которого можно взять и кого-то слить. Иначе потом будет грустно, придется ждать обновлений, пока там что-то вот добавят. И вот это вот все, слушай, и что? А вот он, я уже реально, я уже думал все. Я уже думал, может, типа там случайно взял, короче, запоролся. И как бы прокачал до конца. А нет, царе, освобождаем место. И берем, открываем хладного принца. Короче, ребят, ребят, если вам нравятся прокачки, то как бы ставьте лайк, пожалуйста. Так, хладный принц, недостающий герой. Воу, и судьба, и вот это вот там все. И это будет очень прикольно. Так, окей. Сегодня, кстати, будет стрим вечером по битве замков. Залетайте, царе. Сразу же, сразу же, кроссавчик со скином. Давай мы ему долбанем, долбанем мы ему уровни. Уровни, благо книжек у нас много. Долбанем уровни. А потом, а потом, а потом поставим ему талантик. Так, это теперь вот 6000 таких книг у меня есть. 3000 таких книг. Нам сейчас нужно просто тупо взять ему и сделать эволюцию. Потому мы сильно не паримся. По 250 книг. Ну что же, на золотые переходить. Опа, царе. У нас, у нас сразу же, у нас сразу же что-то заканчивается. Но это не беда. Вот, быстро прокачиваем. Смотри, при том, что у меня есть золото и мана на складе, мне даже ничего вырезать из этого видео не придется. Просто тупо все ресурсы есть. Просто тупо берем и по жесткому прокачиваем. Силушка вырастает. Это, конечно же, радует. Так, переходим на склад. Смотри. Что мы можем сделать? Что нам вообще надо? Нам золото надо. Нам золото надо и мана. Вообще без проблем. Вообще. Вообще никаких проблем не вижу. Просто дальше залетаем. Хладный принц. Усовершенствовать. И улучшить навык. Так, и тут золотые книжки. Все, полетели. Все, можно делать ему эволюцию. Ну, перед этим, конечно, мы еще просвет возьмем. Немножко прокачаем. Так, нужно постараться супер-быструю прокачку замутить. Потому что, ну, реально, еще хотелось бы поговорить отдельно об этом герое. Так, улучшить. А, так, не сюда добавить опыта. Слушай, давай эти книги нафиг. Подожди. Нет. Стой. Мы сделали эволюцию? Нет, мы не сделали эволюцию. Повторки у нас нету. Мы берем КГшки. Так, это кулачки берем. Все. Эволюция готова. Уже, в принципе, можем взять и аугментировать. Давай, зеленые книжки пошли в дело. Синие пошли книжки в дело. Так, фиолетовые книжки тоже в деле. Опа-па-па-па. И золото у нас заканчивается. Ну, ничего страшного. Опять же, мы просто, мы, мы красавчики. У нас все есть. Вот, и мана есть, смотри. И, и КГшки есть. И смотри, и самоцветы есть. Все, все на этом свете есть, друзья. Дальше. Так, открываем. Есть. 27 маны открыли. И золотишечка. Можете, кстати, почитать, сколько вообще золота уходит на это все. Так, усовершенствовать. Да, деточка. Да. 140 уровень. Книжки добавляем. До Нового года постараюсь выпустить все прокачки. А, подожди. Давай, вот, избавимся от этих книг. Ну, потому что они мешают. И мне все время листать надо, прокручивать, так, усовершенствовать. И тут нам уже надо просто тупо 5 уровней фигачить. Да, мы это сделали, друзья. Так, вторая эволюция. Так, просветики, просветики. Не забываем про просветики. Вот он, вот он, вот он, красавчик. Уже в 80-й просвет. Конечно же, конечно же, повторок у нас нету. Зато у нас есть эти камни. Эволюционировать. Да, деточка. Успех. Ну что, качаем дальше ему уровень. Так, 619 зеленых книг. Слушай, зеленые книги мы что-то вообще жестко потратили. Снова у нас заканчивается золото. И, можно, я прям комментатор. Вот, знаешь, если бы платили за мои комментарии от... Ну, к примеру, кто-то прокачивает какого-то героя. Я сижу, комментирую. Это было бы классно, если бы мне еще за это платили много. Типа, знаете, кто-то комментирует какие-то футбольные матчи. Кто-то там киберспортивные мероприятия. А кто-то сидит, короче, и комментирует прокачку героя. Ты кто? Я комментатор прокачки героя. Вот так вот. Вот так вот. Так, просветик. Просветик тоже летит. Самое такое тоже. Ну, вот поначалу делаем такую, знаешь, самую муторную, противную, скучную работу. Вот потом уже начнется движуха. Талантики, не талантики. Умение, неумение. Так. Усовершенствовать. Да, детка. Что у нас? 180 уровень. И, конечно же, давай сразу без остановки ему 200 делаем. И смотри, красавчик. Вторая эволюция. Казалось бы. Но нет, мы не останавливаемся. О, во-первых, надо слить вот этих героев. Что они тут делают? Потом берем. И у нас здесь, у нас, вот вы просто посмотрите, чтобы вы видели. 10 тысяч этих слизи. Я не знаю, даже сколько аккаунтов можно там с нуля долбануть в 70 умения. Так, умения долбанули. О, мы даже второй талант можем открыть. Поменять. Что я хочу? Я хочу огненную защиту. Я хочу огненную защиту. Сейчас как-то вот все перевернулось в игре. Куда ни плюнь. Все ставят огненную защиту. А почему? Потому что ее можно прокачать на десятку. И как бы вообще очень весело получается. Но пока что. Пока что просто мы сделаем девятку. Вот. Потом если я найду применение героя этому. А я не найду применение этому герою. Пока что. Вот. Потому, ну, короче, сами все увидите. Я сам вам все объясню. Так, давай. Огненная защита. Упади. Ну что, я должен сейчас сидеть полчаса. Пытаться выбить эту херню. Что это такое-то? А? Гнев. О, божечки. Давай. Приговор. Ну, че это? Давай. Разброс. О, боже. Оу-оу-оу-оу-оу. Просвещение. Идем дальше. Приговор. Ну, че? Давай огненную защиту дай. Огненную защиту дай. О! Послушал меня. Красавчик. Красавчик. Молочага. Так, давай. Улучшить навык. Есть. 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 Так. И давай девятый. На десятый мне пока что ко мне жалко. У меня есть герои, которые больше заслуживают. Заслуживают. Честно скажу. Того, чтобы им взяли там и, скажем так, прокачали бы. Прокачали бы талантики на максимум. Так. Просвет у нас тоже на максимуме. Огненная защита. Ну, знаешь. Типа по красоте. По красоте. Ему вот сюда. Типа слоненка какого-нибудь ставишь. Ладно. Снаряжение. Ледяной кристалл. Ну, что. Давай. Сделаем ему аугментацию. Улучшить. Давай, давай, давай. Улучшаем. Ну, же такая странная механика. Если честно, не особо понятная. Так. На максимум есть. Идем дальше. Ну. Окей. Камушков. У меня этих камней 81. Прикиньте. Стой. Я что, купил еще один дополнительный камень? Окей. Аугментировать. Все. Аугментация есть. Дали нам 160 единиц силы. По. 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 Ну, кстати, по чарам я еще даже не думал, что на него ставить. Слушай, можно по приколу на первое время. Там я уже. Если что. Если что. Я потом определюсь. Если вдруг он мне очень сильно понадобится. Слушай, у меня даже. У меня даже. Смотри. У меня даже священного суда не осталось. Вот сволочь. А какая. Какая сволочь неприятная, а? Какая неприятная сволочь. Слушай, ну ладно. Давай поменять. У нас целая куча этих пятых сундуков. В принципе, недомогание. Ну, понимаешь, какую бы я ему чару не поставил, он все равно ватный. Он все равно ватный. Слушай, мне интересно, какое он что-нибудь. О, слушай. Пятое недомогание. Блин. На него ставить, конечно, такое. Слушай, у меня где-то есть, наверное, с четвертым недомоганием. А? Есть у меня кто-то с четвертым недомоганием? Я кого-то уже переобувал на недомогание. А мне кажется, что нет. Да, в принципе, потом как-нибудь стрим запущу. И мне надо перероливать все эти чары. Вот. И... Ну, как бы... Ну, нету смысла на него это ставить. Ну, реально, ну, нету смысла. Ну, нету смысла на него это ставить. Так, вот все-таки тупорылая система. Так, где у нас тут? Есть четвертое где-то недомогание? Я вроде помню было. Или... Или же нет? Нет? Слушай, везде пятое. Но оно на самом деле не такое редкое. Да, оно не такое. Редкое. Давай, не знаю. А ведьме поставим, и все. Так, слушай. А этому Чижику? Чижику-то надо всунуть. Вот он, вот он стоит. Надо же ему что-то поставить. Ну, давай суд геро... Ну, священный... Слушай, короче, пускай священный суд пока. Созвездие. У нас 39 тысяч самоцветов. Это то чувство, когда мне жалко на него тратить... Мне жалко на него тратить самоцветы. Потому что я понимаю, что... Ну... Этот герой не будет у меня в топе пользования. Но, опять же, обзор я вам, как бы, вот... Чуть позже я про него расскажу. Слушайте, или все-таки разделить... Разделить видео на две части. Посмотрим, что будет выходить по времени. Сейчас я его докачиваю. Ну, давай. По-дешевому соберись. Уклон. Нужны мне самоцветы, как бы, нужны для прокачки других героев. По факту. Ай, Тойот-дивизия. Ну, давай. Уклон. За самоцветы сижу ролью. Уклон. Нет, смотри. Смотри, какая тварь. У меня, потому что, ну, у меня не так много самоцветов. Я не хочу, знаешь, там, выкидывать 60 тысяч. Он мне, там, Вульф подписчик, он, там, прислал, он, там, на какого-то героя 60 тысяч самоцветов потратил, чтобы выбить уклоны. Раньше, помню, как-то были другие времена, как-то, ну, типа, если ты ролишь какому-то герою созвездию, там не все уклоны пятые на роли. О, лошара, а сейчас как-то такой, ну, может, из-за того, что редко доначу, а сейчас как-то и жалко. Но ему нужен уклон. Ну, типа, потому что он грустный. Он, он очень грустный. Да давай ты уже! Вот, третий. Так, три пятых уклона. Давай уже за 200 ролим. Давай, уклоны пятые, приходите. Не стесняйтесь. Я вас не укушу и не обижу. Только рандому спасибо скажу. Четвертый уклон не покатит. Давай! Опа! Отлично! И давай за 450. Так, мы уже десятку, по сути, потратили. Четвертый уклон. Нет, не то. Давай пятый. Я просто этому гавногерою ролью, при том, что я, ну, еще не переделал созвездие до конца. Фрэнки. Да твою дивизию. Да давай! Короче, до 20 тысяч роля. Там, слушай, ну что, 20 тысяч я на него потрачу сейчас самоцветов? Ну, это же, это же смешно. Ну, это очень смешно. Ну, не, ну, как бы. Да давай уже, а. Да, ёб твою. Да еб... Да ты серьезно? Рандом, уклон пятый, приди! Слушай, может, ему четвертый этот оставить? Ну, да, мне еще прокачивать там и Барда, и... Кровавую Мэри. Давай! Нет, слушай, меня прям злость берет. Я прям... Да твою мать! Я что, все 40 тысяч должен потратить? Да иди ты в жопу! 16 тысяч самов остается. Я уже на 20 тысячах должен был остаться. Слушай, да пошло оно все. Вот реально, пошло оно. Здесь уклон поймаю. Четвертое уклонение, четвертый крик. Четвертое уклонение. Да не, ну пошли они в пень вообще. Пошли они в пень с этим хладным принцем, с этим уклоном. Они там что, шансы понизили или что? Я что должен, блин, по 50, по 60 евро в игру доносить, самоцветы покупать, чтобы собрать созвездие одному герою? А джи-джи, вы там что, охренели уже? Просто, просто, просто головой с моста. Деграданты. Так, ладно. Просто нет слов. Так, качаем ему судьбу. Просто 25 тысяч самоцветов. Не, ну я как бы тут тоже дурак, наркоман. Просто, видишь, мог остановиться уже давно и... Просто злость взяла, понимаешь? Злость взяла. По-другому это, ну, никак не обидеть. Просто взяла адская такая, знаешь, злость. Пипец. Просто. Сволочи. Так, ладно, давай качаемся судьбу. Качаемся судьбу. Тоже сильно закачивать здесь судьбу не буду. Потому что, как бы, некоторые камушки хотелось бы сэкономить. И использовать их именно на других героях. Так, продать. Что-то сколько. Ну да, мне все равно этих значков почета понадобится целая куча. Я могу сейчас реально хоть 500 книг продать. Ёб... Большинство самоцветов потратил на гавногероя. Так, это у нас какая судьба? Так, это у нас еще все хорошо. Идем дальше. Просто я хочу сэкономить кое-какие камушки. Так. Да, по сути, прокачал хладного призрака. Ну, у меня сила-то на тысячу выросла. Ну да, видишь, этих камней, может, ему 59-й оставить. Ну все, я пока вот так вот оставлю. И не буду, по сути, трогать. Вот он хладный, да. Мы ему, конечно же, возьмем и прорыв прокачаем. Воспламенение. Давай. Там, не знаю. Авто, давай, короче, авто. Ну. Качайся, мой раб. С искусственным интеллектом. Вы спросите, какой прорыв я ему буду качать? В общем, все просто. Буду ему качать пятый, как допу. Потому что основные камни у меня пойдут в первую очередь на барда. Остатки уже пойдут на кровавую мэри. Но самоцветы я просрал на этого дегенерата. Ну, потому что, ну, я сам на самом деле дегенерат. Потому что я сам на самом деле дегенерат. Так, пятый прорыв есть. Смотри. Ну, короче, пускай бегает как... Потому что, ну, есть камни, да. То есть, посмотрите, какой ужас у меня с прорывами. Да, что я сейчас буду Хладного Принца прокачивать? У меня тут Космос с 10-м прорывом. Выражаясь с 11-м прорывом. Еще два крутых героя ждут. Ну, крутых, ну, как бы, нужных. Да, и типа Хладного Принца мне сейчас по поводу него заморачиваться. Даже не знаю, что на него поставить. Так, талант я ему поставил. Хладный Утырок, ты где? Хладный Утырок, ты где? Слушай, я даже не знаю, где этот Утырок. Вообще, в принципе, конечно, я мог спокойно выпустить отдельный... Слушайте, а давайте отдельное видео выпущем. Вот, и мы все будем счастливы. А то я думаю, что вам уже поднадоели видосы по 30 минут. Короче, отдельно я сделаю на него обзор. Еще это будет скорее, знаете, на 10 минут я выскажусь по поводу него. И той ситуации, которая происходит в игре. В плане новых героев. Так, ну и там уже что-то соберу, не соберу. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Всем спасибо за просмотр. Всех целую. А, ну хотя, смотри, 813 тысяч силы. 813 тысяч силы. Но это прорыв. Прорыв делает свое дело. Ладно, ладно. Всем чаушки и пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...